добрый день у нас сегодня вот такая юная гостья это у нас мария из санкт-петербурга которая несмотря на свой юный возраст нам всего 25 лет извините что оглашаю цифру потому что она важна девочка в этом возрасте столько много путешествовала что в ее списке 30 стран и я попросила ее вот поделиться как у нее получается так что в этом возрасте умудряется ездить у нее есть свои наработки и я так думаю что очень многим эти наработки помогут жить такой же интересной жизнью потому что путешествие наверное все-таки самые яркие страницы в нашей жизни и вот на склоне лет мы вспоминаем именно не то сколько мы заработали потратили а сколько мы в этом мире увидели и так мария вам слово здравствуйте меня представили меня зовут маша мария я проживаю в городе санкт-петербурге я родилась в этом городе всю свою жизнь прожила в этом городе здесь я и выучилась и планирую ближайшее время жить действительно я очень люблю путешествовать и с детства путешествую с родителями мне повезло что моей мама и папа брали меня с собой в путешествие так как моя тетя 91 года живет в германии мы практически каждое лето ездили ее навещать на машине и также параллельно посещали какие-то европейские страны вместе и вот с тех пор а у меня и моего старшего брата появился даже такая страсть настоящая появилась путешественник потому что и он и я заядлые путешественники мы постоянно берем с собой фотокамеры делаем потом обзоры фото репортажи на тему наших путешествий обмениваемся каким-то мнениями советами ну а сейчас конечно уже путешествую я одна где-то наверное лет 18 19 начала ездить одна без родителей и и а я изначально ездила с родителями сама без каких-то туристических путевок то и сейчас точно также продолжаю планирую свое путешествие самостоятельно и хотела бы сегодня с вами поделиться какими-то своими может быть советами опытом в плане того как можно устроить незабываемое путешествие а вообще конечно когда мы говорим о путешествиях то стоит иметь ввиду что у каждого человека свои собственные запросы кто-то предпочитает более активный отдых каждый день с утра до вечера прогулки по городам чтобы много достопримечательностей обязательно посетить музеев кто-то предпочитает более размеренный отдых посещение каких-то знаменательных мест ресторанов каких-то баров знаменитых которых может быть любили бывать известные художники и писатели кто-то предпочитает пляжный отдых и так далее а также все таки у каждого из нас разное материальное положение разный возраст и отсюда разные интересы я расскажу про себя что ли я люблю возможно для кого-то это будет интересно и кто-то подчеркнет какие-то такие моменты которые будут полезны для вас в своих путешествиях я предпочитаю как можно больше общаться с местными жителями а для меня такой вид как бы культурного обмена даже можно так сказать наиболее приемлем потому что помимо чистого исследования места вот исключительно достопримечательностей я еще также начинаю немножко приближаюсь приближаюсь к познанию может быть менталитета людей этой страны и что-то интересное могу от них узнать и помогает мне этому в этом прежде всего достаточно известный веб-сайт уже сейчас хотя как ни странно многие еще не знают хотя очень много уже пользователей у него это такой сайт который имеет название couchsurfing в переводе с английского языка слово couch это диван серфинг ну это серфинг да вам всем известно то есть грубо говоря серфинг но по дивану что из себя представляет этот сайт этот сайт ну можно сказать практически выглядит как любая нормальная социальная сеть то есть там содержится страницы анкеты людей со всего мира когда я говорю что со всего мира я не преувеличиваю реально со всего мира с любой маленькой деревушке практически можно найти человека который зарегистрирован несколько миллионов уже пользователей у этого сайта и главная его функция помощь в поиске бесплатного жилья то есть вы предоставляете свою ну свою площадь у кого-то это всего лишь навсего койко место допустим диванчик вот палочек собственно говоря у кого-то это отдельная комната у кого-то даже этаж в зависимости от того какие вообще возможности есть людей и точно так же вы приезжаете останавливаетесь у человека и на самом деле конечно когда первый раз об этом говоришь наверное становится немножко странно ведь как так пустить незнакомца в свой дом или приехать кому-то в том что это не просто не а вот и ни разу до этого не видел но я уже пользуюсь этим сайтом пять лет и пять лет активно путешествую побывала в очень многих странах в основном в Европе ну вот одна у меня была такая поездка за океан в Бразилию вот тоже благодаря кауссерфинге я как раз могла осуществить эту поездку и в чем главная особенность этого веб-сайта в том что это не просто некая база данных как любые сайты предоставляющие списки отелей, хостелов и так далее это полноценная картина человека с которым тебе стоит общаться и вы можете с ним накануне очень подробно обсудить все детали вашего пребывания вашей поездки все детали абсолютно потому что люди такие же как вы они точно так же боятся они точно так же сомневаются адекватный ли вы человек хороший ли вы человек кто вы что вы зачем вы едете там есть система отзывов которые нельзя удалять то есть если есть отрицательный отзыв вы его никак не можете стереть никак не можете убрать то есть там очень хорошие модераторы которые если что-то случается такого криминального плана нечто то они сразу сразу удаляют эту страницу сайта то есть идет чистка хорошая чистка страниц там очень мало вероятность попасть на какого-то преступника маньяка не знаю вора и так далее это это основная функция найти место то есть экономия денег то есть вы тратитесь только на билеты и там себе на еду и только вот да только на то что я собственно говоря да на что тратят все люди на билеты в музеи в театры на транспорт на еду да экономим полностью на отелях которые могут быть очень дорогими на жилье учитывая что во многих городах жилье реально очень дорогое то есть я была летом в Англии все знают прекрасно что эта страна достаточно дорогая это была серьезная экономия моего бюджета но что интересно что вам не обязательно принимать у себя гостей при этом если вы хотите пользоваться услугами этого сайта то есть там нет обратной связи скажем у вас не позволяет жилищные условия принимать на данный момент или вообще гостей например у вас маленький ребенок или у вас одна комната и вы не можете никто вам не запретит также например ездить к этим людям к другим людям то есть это как раз вот тот вопрос который я хотела задать что вы то из Санкт-Петербурга люди с удовольствием едут в Санкт-Петербург поэтому вы пользуетесь то есть вы когда-нибудь у себя принимали кого-нибудь конечно вот я принимаю с 2010 года я зарегистрирована на этом сайте с 2009 с 2010 я стала принимать у себя после того как сама съездила первый раз чтобы понять вообще что это такое каково это потому что я еще была с родителями тогда и меня родители очень остороженно смотрели на на этот сайт и после того как я съездила в Польшу провела 20 дней путешествие по всей стране приехала рассказывая истории просто горящими глазами конечно родители поверили поняли что это что стоит доверить давайте мы остановимся вот на самой первой поездке на Польше вот целых 20 дней то есть вы прямо из дома уже расписали себе где у кого вы будете жить или это можно там по ходу прямо делать по ходу но мой опыт все таки подставит что лучше планировать заранее потому что вы связываетесь с человеком хотя бы за неделю вы должны его оповестить спросить у него вообще конечно он вообще не может но очень много пользователей если один не принят вашу заявку то вы пишите дальше 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 пока заявку не принят и что еще интересно что помимо вот этой функции каусерфинг предлагает возможность просто общаться с людьми то есть например вы не можете принимать у себя гостей но вы можете например встретиться с человеком показать ему город пообщаться за чашечкой кофе рассказать ему что-нибудь ответить на какие-то вопросы просто провести время вместе сходить на выставку вот это я обычно делаю потому что к нам приезжают сюда детки по обмену и я вот не беру на себя ответственность взять ребенка домой потому что мне его каждое утро надо увозить в школу из школы на встрече а вот волонтерить просто в течение дня я всегда берусь вот на это то есть это тоже работает и для этой системы это абсолютно правильно это именно волонтерская некая функция также это очень полезная вещь например изучение языка здесь очень много людей которые спрашивают как быстро и эффективно изучить иностранный язык самый быстрый способ это при помощи каусерфинг это вот у меня есть примеры среди моих знакомых которые регистрировались после меня у меня все-таки был уже такой достаточно неплохой базовый я сказала так средний английский когда я только зарегистрировалась хотя тоже у меня был еще плохой разговорный и вот были люди которые вообще не говорили после года или двух использований они говорят свободно потому что вы приходите на встречи постоянно очень много мероприятий организовывается внутри этого сайта например в Петербург ну понятно все-таки город большой поэтому раз в неделю устраивается еженедельная встреча у нас в определенном месте все время один и тот же ресторан кафе где бронируют зал и летом до семидесяти пяти человек походит давай даже больше если белые ночи а зимой там человек пятьдесят собирается вы приходите вы занимаетесь свободное место за столом а там сидят напротив вас там австралиец не знаю француз какой-нибудь там не знаю то есть все равно вы все говорите по-английски да конечно основной язык это английский но если вы хотите именно подучиться французский испанский немецкий постоянно организовываются встречи именно языковые опять у нас в Петербурге есть еженедельные встречи немецкого языка французский даже есть такие языки как сербский японский великолепно языки которые даже надо в курсе не найти а уже более бесплатный разговорный кружок я сама организовывала в свое время такой вот кружок немецкого языка ну сейчас не хожу просто у меня сейчас времени нету вот и периодически отслеживала сама носители языков языка которые приезжали в Петербург в это время это можно и приглашали туда у нас постоянно были там швейцарцы австрийцы немцы хотя бы один или два были носители среди тех которые просто учат как я и это и опять же есть всякие встречи не знаю любители йоги кулинарии мотоциклов там всего чего вы хотите и даже если человек имеет хороший достаток и не хочет останавливаться допустим да утруждать кого-то и останавливаться у этого человека он может себе позволить остановиться в хорошем отеле это не мешает ему находить каких-то знакомых может быть единомышленников при помощи консерфинга у меня много таких знакомых которые сами не останавливаются но принимают у себя у них например дом свобственный у них я вот например жила в доме у меня был отдельный этаж здесь больше как раз и в моем распоряжении у них была своя там ванная комната и все что угодно то есть условия были потрясающие вот и эти люди они семьей путешествуют у них двое мальчиков муж и жена и они предпочитают если только останавливаться то только у семей таким образом и дети смогут найти себе друзей да 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 ага и им будет интересно с ровесниками то есть чтобы и детям было не скучно и родителям было не скучно потому что у них нет не стоит вопрос материальный им именно хочется как-то расширить свой круг знакомых и можно завязать какую-то дружбу ну и дети когда я туда приехала в тысяча десятом году им было может быть нет по одиннадцать они уже говорили по-английски то есть у нас сейчас одиннадцатилетний ребенок ну вот они не поляки но так же как и другие до них иностранные дети да 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 а детки быстренько впитывают безусловно абсолютно вот это вот один такой способ сделать свое путешествие необычным запоминающимся да кстати вот еще хочу сказать какой плюс то что ваш хост называет человека у которого вы знаете хостом да хозяин да ну просто это говорю для тех кто может быть не знает и в зависимости от того есть ли время конечно вашего хоста он вам может предложить поехать с ним куда-то вот я задавала как раз вопрос по поводу транспорта да 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 очень многие места в европе точно так же изолированы от этой транспортной ветки и до многих мест европейских очень сложно добраться на автобусе скажем реально но очень сложно и можно посетить одно какое-то место в течение всего дня потому что два часа будете ждать этот автобус пока он приедет и так далее сколько раз помню меня мои хосты брали на машине и мы с ними проезжали по всей допустим не знаю по южный там по южной франции или по каталонии великолепно великолепно четыре замка например в один день что невозможно сделать при помощи общественного транспорта вот так что всякие такие возможности которые вам вы еще просто не знаете в чем главная суть в том что вы едете вы не знаете что вас будет ожидать потому что это вот как раз приключение если еще жив у вас дух приключений это я обращаюсь к зрителям то конечно я советую вам попробовать потому что может быть потрясающе вы можете встретить замечательных людей которые станут вашими близкими друзьями у меня несколько реально лучших друзей сейчас именно с кауссерфинг и такие впечатления которые вы никогда не получите даже от самых дорогих туров да 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 я вот сейчас вас слушаю мы обычно путешествуем так цивилизованно я бы это назвала и не получается посмотреть реальной жизни потому что попадаешь в хороший отель заранее продумываешь какие самые знаменитые места ты посетишь именно в этом городе а так чтобы окунуться вот в реальную жизнь это действительно очень хороший вот выход который вы нам сегодня посоветовали и вот еще один совет который иногда уже не связан с тем что никогда не обращайтесь в письме которые предлагают услуги помощи в оформлении туристических виз я могу это сказать во-первых тоже из личного опыта и вообще как бы из опыта моих знакомых потому что сейчас существует очень много фирм который именно как раз пользуется тем что люди боятся ввязываться в это вот скажем ну я не сказала что это какая-то там не знаю какое-то болото но это определенные трудности есть конечно же с собиранием документов на визы и люди это боятся они боятся неудачи боятся что им откажут боятся что они что-то сделают не так и поэтому очень много фирм особенно в крупных городах там просто сотни которые предлагают вам эти услуги я могу сейчас сказать стопроцентную уверенность вообще вот просто гарантирую вам что такие фирмы они они не главное что они делают они никак не продвигают ваше заявление они вам не помогут абсолютно нет они единственное что они делают они просто делают вашу работу они вам дадут список документов а вы этот список документов возьмете и так с любого сайта визового центра потом они вам распечатают анкету а вы и так эту анкету распечатаете бесплатно с сайта визового центра они вам вас могут могут сфотографировать они вам могут что-то подсказать посоветовать как лучше написать все все остальное вы должны будете сами переявить заполнить сами сделать все документы если у вас нет подтверждения с работы вам эту справку никто не даст если у вас нет материального какого-то положения выписки по счету вам никто это не даст по сути дела это просто развод грубо конечно звучит зарабатывание денег на незнание так скажем то есть что я могу вам сказать что если вы оформляете на визу впервые конечно надо очень внимательно к этому отнести дело потому что те люди у кого не было еще визовой истории к ним всегда очень пристально да 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 и начинать надо тогда с более доступной страны выехать в безвизовую страну какие-то 1 2 3 будут видеть что вы выезжали тогда какую-то визовую которая не проблематичная сначала а потом уже те изюминки куда сложно получить советую начинать если визовую страну брать советую начинать с стран шенген соглашения потому что туда проще всего получить визу я имею в виду из визовых европейских стран потому что конечно велика Британию получить визу достаточно сложно в Гландии тоже США Канада тоже достаточно сложно особенно Канада там достаточно во-первых в Великобритании главная проблема то что нужно иметь очень хороший счет в банке это главная причина дальше не ваши документы их интересует сколько сколько можете ли вы подтвердить то что вы себя обеспечиваете полностью я ездила в Великобританию летом и мне нужно было я когда документы делала нужно было иметь подтверждение что у вас на день пребывания есть десять тысяч рублей то есть это очень большие деньги вы эти деньги не потратите десять тысяч долларов может или десять тысяч рублей рублей на день на день а на день все поняла ага современному курсу сейчас все таки курс достаточно такой рубль упал да 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 щекотливый курс то примерно сто фунтов на день это большие деньги потому что в шенген страны это было пятьдесят евро в два раза даже больше чем в два раза больше чем в два раза потому что там курс в общем но я могу вам сказать вот схему как я обычно делаю опять же не касаюсь стран вот Великобритании Америка и Канады потому что это особые да страны а вот я говорю страны такие как Испания Италия Греция страны куда проще всего вообще просто Германия тоже немножко сложновато я всегда когда вот делаю собираю документы вот когда всплывает такой вопрос нужно определенную сумму я могу вам сказать что вот эти пятьдесят евро которые просят вас иметь на день вы это большие деньги для Европы и даже если вы будете останавливаться в гостинице то скорее всего эти деньги не потратите в день но вы должны их иметь но в страны шенгена есть такой как бы трюк который не все знают они требуют только исходную выписку по счету то есть только та сумма которая на данный момент у вас находится на карте поэтому вы кладете все свои деньги в выписку по счету, ход движения по вашей карте на три месяца. То есть вы должны доказать, что в течение трех месяцев у вас эта сумма, примерно такая сумма была, что вы платежеспособны абсолютно, что вы не взяли эти деньги, как-то и положили, а вы должны постоянно покупать что-то, что-то тратить, что-то докладывать, брать. То есть у вас должна быть хорошая сумма в течение трех месяцев. Опять же, если вы это знаете заранее, вы можете докладывать, что я, собственно говоря, делала. Я как бы три месяца постоянно все свои деньги заработанные, наличные, грубо говоря, складывала на карточку. Таким образом у меня создалась картина, что у меня достаточно такие приличные счеты. Вот это вот, если это знать заранее, то это получается попроще уже немножко. Но вот Италия, Испания, Греция — это те страны, которые даже не спрашивают наличие вашей работы или места учебы. То есть, опять же, Великобританию вы должны предоставить им сведения о том, есть ли у вас, например, недвижимость. Причем все документы должны быть переведены на английский язык. Можно переводить, кстати говоря, самим. Не нужно платить деньги все переводческие фирмы, они принимаются на стоять на перевод. Просто прикладывайте оригинал, скрепляйте и даете им. То есть оригинал вы имеете в виду ксерокопия документа? Да, да, да. То есть, например, у вас... Ксерокопия на русском и ксерокопия, перевезенная вами лично. Например, да, ваш какой-то документ вы переводите сами на английский язык. Ну, понятно, что вы можете попросить, если вы владеете. То есть никаких апостелей не надо? Да, да. То есть самое главное, что это получается очень дорого. Потому что там очень много страниц придется переводить. Мы посчитали, мне бы это стоило порядка 30 тысяч рублей все это перевести. То есть там очень много документов. Вот. И все это принимается. То есть мне дали визу, поэтому я могу рассказать, что все приняли. А вот в Италию, например, они даже не требуют места работы. То есть где вы эти деньги взяли, это уже никому не теснет. Не знаю, заработали или вы замужем за человеком, который вам дали эти деньги. Родители вам дали эти деньги. Учитесь вы работать. Никого не теснет. Главное, что у вас это. Есть вот эти деньги сейчас, которые вы показываете. Страховка должна быть. Фотографии и анкеты заполнены. Все. То есть вы страховку покупаете до того, как вы поехали? Да. Страховочку надо сделать на определенное количество дней. Я так думала, что когда билеты покупаете, тогда вы покупаете страховку. То есть ее надо до того, как вы сдаете документы на получение визы? Значит, в пакет документов входит обязательно туда-обратно билет. Это обязательно. Кронь гостиниц. Это обязательно. Третий пункт. Это страховка. Страховка не та, которая идет вместе с авиабилетами, покупки авиабилетов, а другая. То есть есть очень много фирм, которые предоставляют страховку. Стоит это недорого. Это порядка 1-2 доллара на день. Может быть, даже меньше, по-моему, 70 центов, по-моему, на день. И если вы едете на неделю на две, это, может быть, 200 рублей вам будет стоить. Может быть, 100 рублей будет стоить. Вот, страховку, фотографию, причем одну, по-моему, даже сейчас принимают фотографии. И анкету заполненную, которая скачется с сайта. То есть вам даже не надо приезжать туда на собеседование никакое, если вы все приготовили. Ну, понятно, копии с паспорта, вот еще не забыла сказать, ксерокопии. Обычно список вывешивается на сайте каждого визуоцентра. Это не секрет, они это все выкладывают. Все очень прозрачно, не надо никому ничего платить. Да, все, наоборот, сделано наиболее удобно. Можно там даже задавать вопросы на некоторых сайтах, есть обратная, как бы, связь. Вот, я, правда, никогда не консультировалась, но тем не менее. Вот, но, что я хочу сказать, по поводу брони, тоже еще один момент. Если вы, например, все-таки решились поехать при помощи кауссерфинга. Или, например, у вас есть какая-то подруга или друг, или кто-то, кому вы едете. Вы знаете, что вы не воспользуетесь отелем. Вот тоже вопрос. Вот как бы, Booking Home сайт предоставляет услуги бронирования отеля в бесплатное разбронирование. Даже если вы, например, будете останавливаться где-то у кого-то, но вы не хотите обременять этого человека, чтобы он посылал вам приглашение, потому что тоже стоит денег это, и это много хлопот. Зачем просить, если вы можете получить обычную туристическую визу? Я, например, никогда не просила приглашения. Один раз мне только моя тетя выслала, там особые были условия, потому что мне нужно было на долгий срок поехать. Вот. А так я все время сама. И потом вы просто разбронируете. Когда вы получаете визу, вы отменяете брон, и это бесплатно. То есть вы нисколько денежек не теряете? Только надо разбронировать, по-моему, за сутки до прибытия. Иначе, по-моему, снимают с карточки только стоимость первой ночи. Это до 24 часов. Но это, я думаю, как бы не проблема, потому что вы все равно визу получите заранее. Вот. Это вот что касается отелей. Кстати говоря, бронь хостелов тоже принимается в качестве подтверждения вашего места. Да, да, да. Вот я хотела сказать, что если вы конкретно едете к человеку, и у вас есть адрес, вот что я ездила, когда встречалась, когда я ехала к конкретному человеку, я прям сегодня девочке отвечала, у Америки, у нее есть адрес, где она остановится. В этом случае гостиницы бронировать не нужно. Потому что вы вот в эту вот бумагу вносите адрес, где вы будете останавливаться. Это да. Ну, я имею в виду, что, как бы, понимаете, еще в чем дело? Если вот, там есть просто строка в анкете, ездить ли вы к друзьям. И реально, если друзья, лучше не писать их. Почему? Потому что они начинают их проверять. И, как бы, зачем это нужно? А, ну да, если вы к ненастоящим друзьям едете об этой системе, наверное, да. А вот когда ко мне сюда девушки приезжают вот к будущему мужу, и пока не по визе невесты, а просто в гости, то они указывают это имя, не надо бронировать отель. Это, конечно, я все-таки имею в виду, когда вы, там, не знаю, познакомились с случайным образом каким-то, и вас согласились приютить, там. Да-да-да. То есть вы не хотите создавать проблем человеку и так далее. Еще один момент. Вот сейчас популярен сайт R&B. Да, R&B. Как он там? R&B. Ну, вы подпишите нам вот здесь, ниже я их размещу. Насканья – это сайт, который предоставляет тоже, ну, это не кау-сёфинг, конечно, потому что кау-сёфинг – это именно бесплатное проживание, а там такие же обычные люди размещают объявления по поводу сдачи своих комнат, целых квартир на короткие сроки. То есть если вы едете в компании, конечно, выгоднее, например, снять комнату или апартаменты, если вы едете, там, больше, чем на три дня, например, потому что это будет реально дешевле. И это тоже, кстати, интересно, потому что вы живете в реальном доме, в реальном каком-то районе, не в отеле, и, возможно, если вы снимаете только одну комнату, то вы, может быть, в другой комнате будет кто-то жить, может, даже ваш хозяин, то есть вы общаетесь с этим человеком. Это интересно. Но вот это подтверждение вот этого сайта не идёт как подтверждение жилья для визы. Ну, тогда надо забукать отель. То есть всё равно, как бы, даже если вы не будете пользоваться вот этим отелем, всё равно лучше получите бронь и предъявите её для визы. Потому что это, конечно, это просто и вам проще, и вы никого не просят. Ну, подстраховаться, да. Да, очень приятно, что вы вот на это обратили внимание, потому что кто-то мог бы не учесть. Ещё какие-то секретики наработанные у нас есть? А, ну, ещё такой, не знаю, как это можно сказать, наверное, не ко всем применительно, но можно тоже воспользоваться такой возможностью. Я очень часто ездила, вот как ещё получить, например, визу, да, вот один из способов и вообще повод поехать ближний раз куда-то. Все мы чем-то занимаемся в профессиональной своей деятельности, не знаю, какие-то у нас есть интересы, хобби и так далее. У каждой сейчас, у каждого рода деятельности, у каждой организации, у каждой профессии есть свои какие-то интернет-порталы или какие-то, не знаю, общества, организации, которые патронируют вот эту деятельность. И можно записаться, принять участие в каком-то собрании, встрече, съемке, конференции и так далее. Почему я это говорю? Во-первых, это просто интересно встретиться с людьми, которые имеют общие интересы с вами. Особенно, если вы занимаетесь какой-то серьёзной проблемой, например, медициной, наукой или искусством, ещё чем-то. А главное, что вы можете написать письмо организаторам, ну, электронное письмо, я имею в виду, и попросите их прислать вам на почту обычные имейлы, но с выходными данными этой фирмы, этой компании, где они напишут это письмо, у них есть стандартные эти письма, они их постоянно рассылают, на ваше имя укажут, могут даже ваши, не знаю, адрес, паспортные данные, если это нужно, не знаю. А на адресованное консульство. Вот я так получала тоже визу, и, кстати говоря, вот тоже и в Англию, когда ездила, тоже посещала там конгресс один. Вот я так в Бразилии, например, получила, хотя мне не нужно было делать визу в Бразилии, но тем не менее, я ездила на конференцию, поэтому заодно. Ну, просто, когда вы распечатываете это письмо, это дополнительный бонус к получению вашей визы. Да-да-да. То есть официально, любое, даже если вы не участвуете напрямую, вы можете, например, поехать на открытие какой-то выставки, на какой-то, не знаю, концерт или еще что-то, любой билет, любое письмо к подтверждению того, что вы посещаете какое-то мероприятие, даже если оно бесплатное, это будет дополнительным плюсом. То есть практически нет отказов тем людям, которые участвуют в каких-то съездах, не знаю, как правильно назвать, ну, митинги какие-то. Ну, встретим по поводу чего-либо. Найдите как бы по своим интересам наверняка устраиваются какие-то съезды, какие-то собрания. И вот это тоже вам даст возможность. Кстати говоря, вот когда бывает просто официальное приглашение от какой-то конференции, например, вот это официальное приглашение, которое на специальной бумаге сделано. Нет, это, говоря так, это как бы идеальный вариант, естественно, если вы придете в визуный центр, вам скажут, что вам должна фирма прислать приглашение. На самом деле обычное электронное письмо достаточно. Я так много раз ездила, и везде у меня ни разу не было проблем. Главное, что там написано ваше имя, что вот вы такой-то, такой-то посещаете нашу, не знаю, выставку. Вот я, например, ездила на Биенале, Венецию. И мне они написали просто письмо, указание моего имени и так далее, адресованное итальянскому консульству. Все, я распечатала эту бумагу, пришла, и мне дали. Причем мне даже, по-моему, дали тогда бесплатную визу, так как это культурные, культурные как-то там называются. Или так далее. Оказывается, у них есть какой-то, видимо, ну как бы определенная группа туристических виз, если ты едешь на какие-то культурные мероприятия. То есть я еще даже деньги не заплатила за визу, что вообще для меня было даже очень приятно. Очень приятно, конечно. Так что, в принципе, путешествовать можно очень интересно, очень необычно. И главное, что не бояться, потому что всегда первая поездка вас с кауссерфингом тоже будет вызывать много-много-много вопросов, потому что как бы это неизвестность, вы не знаете, что ожидать. Это как всегда. И потом вы поймете, что на самом деле все это очень легко, очень интересно, забавно. И так же, как и просто даже организовывать самостоятельную поездку. Я всегда тоже очень готовлюсь заранее. Я прочитываю много литературы, я составляю планы. Потому что я себя чувствую увереннее, когда я знаю конкретно, какие места я хочу посетить. Да, конечно, конечно. Примерно даже по дням. И если есть возможность купить какие-то билеты, например, поезд, автобус, из города в город, уже имея эти билеты в распечатанном виде, я еду с ними, если есть такая возможность. Или хотя бы я себе копирую расписание транспорта, чтобы чувствовать себя уверенно, что я не застряну где-нибудь там, не пойми где, и в итоге не смогу добраться, или это будет проблематично и так далее. Поэтому я тоже, конечно, готовлюсь ко всем поездкам. Но вот эта вот возможность... Вы едете как будто к другу, к какому-то своему старому знакомому. И вас действительно встречают с простертыми объятиями, потому что вы для них тоже интересный человек, потому что вы едете из такого далекого края. Ведь многие люди, большинство европейцев, они не бывали в России, они ничего не знают, может быть, знают какие-то совсем небольшие детали. И им очень интересно узнать про Россию что-то. Поэтому вы, ну или там про Украину, про любую другую страну, вы для них такие же, такое же сокровище, как они для вас. Вот у меня, например, останавливались люди, из каких только стран они останавливались. Вот последние у меня гости были, была пара из Белоруссии, до этого девочка из Китая, из Сингапура, из Колумбии, Бразилии, Индии, ну много-много европейских стран, Перу, в общем, очень много людей. Но в основном ездят молодые люди. В основном, но есть очень много у меня знакомых, и очень много у меня хостелов, которые в возрасте уже, и которые именно, вот знаете, они поняли, что у них сейчас такое как раз настроение, когда вроде уже им и неинтересно как-то... Да-да-да, тут новая волна. То, что тоже у них уже дети выросли, им уже как-то хочется пообщаться. Можно тоже с молодёжью пообщаться, потому что они узнают вообще, как сейчас живут, чем сейчас интересуются, что-то посоветуют, что-то, может быть, наоборот, какие-то советы примут. И очень много у меня знакомых, потрясающих кауссёферов, которым 60, которым 70 лет, которые принимают себя и даже сами ездят. Ну, понятно, что молодёжь чаще, просто, во-первых, молодёжь, она всё время на бюджете, у них мало денег, поэтому все такие возможности они используют. И просто им интересно, они более спонтанные. Но очень много именно хостелов, людей, которые уже состоялись в жизни. И, кстати говоря, лично для меня очень интересно общаться с такими людьми. Да безусловно, да. Потому что это вот кладезь просто опыта, интеллекта. Слушаешь их и просто радуешься, благодаришь Бога за то, что Он свёл тебя с такими людьми, что ты можешь у них что-то узнать, и они что-то тебе тоже расскажут, посоветуют посмотреть интересного в этой стране или в этом городе. Поэтому, конечно, любой возраст, любой имеет определённую какую-то ценность. Поэтому я думаю, что если у кого-то будут какие-то вопросы, может быть, по сайту, потому что я сейчас уже с некоторого времени являюсь, ну, как называется, амбассадор, то есть как посол этого сайта, то есть один из активных пользователей, по крайней мере, по Петербургу точно, и могу вам помочь именно адаптироваться на этом сайте. Да, вот я хотела вас попросить, безусловно, будет много вопросов под этим видео, и я прошу вас, что уже вы, пожалуйста, сами отвечайте, потому что я-то помощник никакой, обычно я стараюсь сама отвечать на комментарии, но в этот раз я прошу вот за руку водить тех, кто решит воспользоваться вашими советами. Да, судьба польская, потому что, честно сказать, вот это слово, вот посол, реально, вот вы посол своей страны, и вы когда ездите, кстати говоря, я вот последняя моя фраза, завершающая, потому что, наверное, уже долго говорю, как бы вы бы ни ездили, вот я прошу всех помнить, каким бы способом, турфирмы вы пользуетесь, просто поехали сами, собрали вещи, поехали, или при помощи карсофинга помните, что вы представитесь своей страны, своей нации, своей культуры, своего города. И именно потому, как вы себя ведёте, как вы общаетесь, люди делают представления, составят представления об этой стране. Вот честно, поверьте мне, именно по людям. Поэтому я надеюсь, что, когда я принимаю своих гостей, или когда я езжу, и если я произвожу на них хорошее впечатление, то как-то они потом очень сильно начинают интересоваться русской культурой, и это вселяет в меня надежду, гордость, какую-то радость, потому что, собственно говоря, ради этого мы и живём, чтобы как-то вдохновлять друг друга, наверное, на дальнейшие какие-то действия. Поэтому, пожалуйста, помните об этом, и как бы вы не решили путешествовать, главное путешествовать, на мой взгляд, потому что действительно потом будет о чём вспомнить вам, и это, наверное, одна из самых приятных времяпрепровождений, которые у нас могут быть, особенно сейчас. Спасибо огромное, спасибо огромное. Я хочу, чтобы вы закончили ваше выступление моей любимой фразой. Сегодня самый лучший день. Спасибо, спасибо. Очень информативно. Я более чем уверена, что это будет полезное видео на моём канале, и если кто-то хочет поделиться секретами, добро пожаловать, мы сделаем видик с вашим участием. А сегодня с нами была Мария из Санкт-Петербурга. Она вас за руку поведёт в открытый мир путешествий, не очень дорогой. Спасибо огромное. Всего доброго. Пока-пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»